Хочу снять еще один ролик, который, возможно, не имеет отношения к финансам или к эффективной обработке данных. Но, тем не менее, я большой сторонник программы Microsoft Excel. И Excel это не просто инструмент, где можно создавать какие-то таблицы и графики. Но Excel тоже очень мощный инструмент для вычислений. В Excel можно делать математику. Я хочу привлечь ваше внимание к некоторым статьям Конрада Уолфрама в Financial Times. Я прочитаю с экрана. У нас на зарплате сети есть доступ в Financial Times. И в Search я забыл Конрад Уолфрам. Это брат Стефана Уолфрама. И Стефан Уолфрам CEO и основатель компании Mathematica. Есть тоже такой хороший инструмент. Уолфрам Альфа называется. Давайте я открою. И здесь можно делать очень много разных математических вычислений. Сегодня, благодаря технологиям, каждый из нас может стать математиком. Но в каком смысле математиком? В том смысле, что мы можем использовать математику к решению разных проблем. Мы можем задавать разные вопросы и находить на них ответы благодаря нумерическим вычислительным методам. То есть, раньше математик должен был знать, должен был уметь решать задачи аналитически. Например, какую-то интеграл или какую-то производную посчитать. И нужно было это запоминать, постоянно практиковать. Но я хочу показать, что используя Excel, можно многие задачки решать нумерическими методами. То есть, можно посчитать ответ приблизительно. То есть, не абсолютно точно, как аналитически, но приблизительно. А в большинстве случаев жизни приблизительный ответ хватит. То есть, для большинства таких пытовых проблем приблизительный метод вычисления хватит. И если используете Excel и научитесь с ним хорошо работать, вы станете математиками. Вы сможете решать разные интересные задачки из реальной жизни. Это интересно, это полезно для саморазвития. Может быть, вы тоже начнете учить ваших детей. Давайте начнем из статей Конрада Волфрама. Две статьи на английском можете, если английский не знаете, можете в Google переводчике перевести. Первая статья We are teaching children the wrong type of maths. Давайте я их открою и просто на экран выведу. Если вам это интересно, то ли найдете доступ в Financial Times, или прочитайте из экрана. Давайте я пройду вниз. Так, первая статья. И еще вторая. То есть, Конрад говорит, что математическое мышление это мышление моделиста, мышление человека, который создает какие-то модели. И потом в этих моделях он находит ответы, умеет создавать абстрактную модель реальной жизни. И он говорит, что математика, то, что мы видим на экране, да, то, что мы учим детей там умножать, запоминать. Это не самый эффективный способ изучать математику. Он должен немножко, наверное, поменяться. Я не говорю, что это все плохо. Я тоже, конечно, заставляю моих детей запомнить таблицу умножения и так дальше. Но, тем не менее, многие думают, что математика здесь заканчивается. И неинтересная математика, наоборот, с этого начинается. Давайте прочитаем еще вот эту статью. Продолжение следует... Я хочу немножко проиллюстрировать. Многие проходили уроки по Calculus, да, там, скажем, там, интеграл, да. Ну и вы помните, да, можете помнить запись, там, интеграл, там, давайте поставим там с нуля по один. И какого-то там, там, x в квадрате, да, dx. Но многие уже забыли, что вообще это значит, к чему это. Может быть, это связано с каким-то дискомфортом. Это выучили и после экзамена сразу забыли. А на самом деле у этого очень много интересных применений. И в качестве опять иллюстрации давайте рассмотрим один такой случай. Скажем, что вы хотите вырезать из фанеры вот такой какой-то объект. Скажем, он будет так выглядеть, да. Вот, то есть, вот это вы хотите вырезать. Вот, допустим, вот это у нас будет x в квадрате, функция, да. То есть, здесь это y, это x. И по какой-то причине я хочу вот что-нибудь такое, да. Ну, например, там строю горку для детей, да, по которой они будут спускаться. И по какой-то причине я хочу, чтобы площадь этого объекта была один квадратный метр. И я задаю себе вопрос, а какая длина вообще вот этого и тоже вот этого. То есть, я назову это a и b. Какую длину мне нужно вот a сделать, чтобы вот эта площадь была равна одному квадратному метру. И сейчас я спрашиваю, сколько мне тогда отрезать, да. Допустим, я как-то могу нарисовать вот этот x в квадрате. Конечно, вот этот, когда я изучу эту длину, это мне даст потом и высоту b. И я уже буду знать, как этот кусочек отрезать. Перед тем, чем приступать уже к дочислениям, я начинаю думать и начинаю пробовать разные варианты. Например, можете сказать, а если это будет 1 метр, да, если a будет 1 метр. Ну, конечно, тогда, если я вырежу 1 метр, во-первых, тогда вот это будет тоже 1 метр, да. Тогда это будет как будто квадрат. И я знаю, что это 1 метр, это 1 метр. То есть, вес квадрат будет 1 метр квадратный. И, конечно, вот это будет намного меньше 1 квадратного метра. То есть, я уже знаю, что мне нужно отрезать больше. Но насколько больше, да. Допустим, я, если я отрезаю 2 метра, да. То есть, если это был 1, здесь будет 2 метра. Но 2 метра будет много. Почему я знаю, что 2 метра будет много? Потому что, во-первых, 1 квадратный метр, это будет уже отсюда досюда, да. То есть, вот этот квадрат, если я буду резать 2 метра, вот здесь будет 1 квадратный метр. А это все будет уже лишнее. Вот это и это будет лишнее. То есть, где-то между 1 метром и 2 метра. И интересно узнать, где именно, да, где именно. То есть, вот этот вопрос, то есть, я поставлю вопросительный знак. И я говорю, я хочу срезать фанеру так, чтобы вот площадь была 1 квадратный метр. И я могу это решать аналитически. То есть, в принципе, я тогда решаю, вот от 0 до, вот я назову это x, да. От до x. x в квадрате dx. И равно 1. Ну, во-первых, это надо знать, как интерпретировать интеграл. Но, в принципе, интеграл, это сумма площадей, вот этих маленьких площадей, которые, если я разделю, вот, все это на очень маленькие кусочки. И давай, будут такие квадратики, ну, не квадратики, а прямоугольники. И я их всех соберу, площадь посчитаю, каждого этого кусочка возьму площадь, то примерно я получу площадь этой формы. И вы можете аналитически решать это уравнение так, что, например, вы знаете, как сделать то, что мы называем примитивная функция. Вот это будет x в кубе делим на 3. И мы можем уже оценить или посчитать вот этот интеграл. Так что, это тогда будет x в кубе 3, то есть, в x минус x в кубе 3 в 0. Ну, это, конечно, когда x 0, тогда это будет 0, то есть, это 0. И вот это должно быть равно 1. То есть, у меня есть x в кубе делим на 3 равно 1. И с этого выходит, что x это, в принципе, так, третий корень от 3. Третий корень от 3. И это будет 3 степени на 1 третью. 1,4422, да? Да, я сказал раньше, это будет больше 1 метра, но меньше 2 метров. И да, мы видим где-то 1, ну, примерно 1,5 метра. 1,44 метра мне даст форму, у которой будет площадь 1 квадратный метр. И вы можете потом задать еще дополнительный вопрос. А хорошо, когда я так фанеру, то есть, у меня будет фанера размером 11,44 метра на b. Так, еще b нужно посчитать, да? То есть, b будет тогда 1,4422 в квадрате, да? В квадрате, да? 2,08 метра. То есть, у меня будет кусочек фанеры, он будет так выглядеть, да? Он будет так выглядеть. Вот это будет 1,44, это будет 2,08. И площадь этого будет 1 квадратный метр, да? И мы можем тогда, если у нас есть фанера 1,44 широты и 2,08 длины, и мы ее разрежем, вот тоже можем спросить, а сколько будет тогда? Вот кусочек, который остается, вот этот кусочек, да? Сколько будет тогда? Это тоже можем решать через интеграл. Или можем просто посчитать, вот возьмем площадь всего вот этого прямоугольника. То есть, это будет 1,44 умножаем 2,08. Это выходит 3, ровно 3. И тогда я знаю, что если это 1 квадратный метр, тогда это будет 2 квадратных метра. То есть, это такой интересный способ, как разделить вот этот прямоугольник так, что один кусочек 1 квадратный метр, а второй 2 квадратных метр. И, конечно, вот это можем проверить, то, что площадь этого второго кусочка 2 квадратных метра. Но как можем проверить? Ну, математически опять вот эта функция, вот это то, что останется, это inverse function. То есть, смотрите, если раньше у нас было x в квадрате, и если мы меняем x и y, да, то у нас будет сейчас вот так будет выглядеть, да? И это будет сейчас не x в квадрате, а это будет наоборот корень, да? Квадратный корень от x. И вот я чисто спрашиваю, какая длина должна быть, чтобы вот это было 2 квадратных метра, да? Мы уже знаем, что это будет 2 квадратных метра. И мы можем также проверить, у нас будет вот такой интеграл 0 по, сейчас вот это x, x в квадратный корень x dx равно 2. И вы можете посчитать, что x равно 2,08, да? Так, я хочу еще показать, как это все считать в Wolfram Alpha. Захожу в Wolfram Alpha. И могу записать, например, так. Первый случай, когда я хотел посчитать длину вот этого a, что у меня было? У меня был 1 равно интеграл и x в квадрате от 0 по x. Ну, примерно так. Там можно записывать по-разному. Он очень флексибельный в этом плане. То есть, он умеет интерпретировать разные записи. Мы видим, он интерпретировал input как 1 равно вот это. И вы видите, здесь уже он находит ответ. Да, третий корень из 3. 1,4422. Как мы с вами и посчитали. И так же самое мы можем проверить второй. Это был случай, когда мы знаем вот этот второй кусочек площади 2 квадратных метра. И это будет тогда корень. Ну, корень можно написать, например, так. В степени одной половины. И x должно выйти 2,08. Давайте проверим. 2,08. То есть, мы видели применение интеграла на практике. Но к чему я иду? Я хочу показать, что такие же расчеты, даже если мы все это забудем, уже не вспомним, как считать интеграл. Мы сможем все-таки решать или получить ответ в Excel, используя вычислительный способ решения. То есть, не аналитический, как здесь, а нумерический. Единственное, что нужно знать, это, в принципе, основная интерпретация вот этого интеграла. То есть, это площадь всех этих маленьких прямоугольников, которые находятся под этой кривой. То есть, у нас дана какая-то кривая. И если я посчитаю интеграл в интервале отсюда до сюда, то результат это площадь этих маленьких, узеньких прямоугольников. Их будет очень много, по теории бесконечно много. И если взять сумму площадей вот этих прямоугольников, то я получу ответ. И именно вот этот метод решения я сейчас использую в Excel. То есть, я разделю вот это на очень много маленьких прямоугольников. И дам Excel посчитать. Площадь прямоугольника это очень просто. Это А умножая на Б, да? То есть, если у меня, например, давайте еще раз нарисую здесь. То есть, у меня будет один прямоугольник отсюда до сюда, да? И, то есть, он будет где-то так. Второй будет где-то так. Но можно сделать еще лучше. Можно так посередине сделать, да? Чтобы он как-то так. И вот этот будет так, да? И тогда это А на Б, да? А Б это А в квадрате, да? И опять А на А в квадрате, да? Потому что вот моя кривая это А в квадрате, да? То есть, вот это я просто посчитаю. Потом все это соберу вместе. Сумму посчитаю. И получу приблизительный ответ. Так, в Excel как будет? Здесь у меня X будет, да? Здесь у меня будет результат. Можно записать как Y равно X в квадрате. И здесь будет то, что назову площадь прямоугольника. И сумма. Сумма площади. Так, 0. И здесь поставим 0,001. То есть, если 1 это метр, то это 1 миллиметр, да? То есть, я разделил эту фанеру по миллиметрам. Очень узенькие прямоугольнички, да? Так. И вот это теперь надо копировать. Давайте 2 с чем-то. 2. Вот так. Ну, хватит. И смотрите. Теперь результат. Во-первых, Y это X в квадрате. Вот это легко получить. X в квадрате. И копируем вниз. Там. X в квадрате. И, ну, можем формат поменять. То есть, они некоторые очень маленькие числа. И теперь площадь прямоугольника посчитаем. Ну, это X и умножаем на Y, да? A умножаем на B. И как мы сделали? Ну, мы использовали среднюю величину. То есть, среднюю величину вот этого. И умножаем на ширину вот этого прямоугольника, да? То есть, ширина она 1 миллиметр. А средняя высота, это будет среднее значение из этих двух чисел. То есть, смотрите. Это будет вот это минус вот это. Ну, это 1 миллиметр, да? Всегда. И умножаю на среднюю высоту. То есть, это ширина прямоугольника, а сейчас высота прямоугольника. Но я не буду брать самое низкое место и тоже не самое высокое, а посреднее возьму, да? То есть, вот это, вот это, плюс вот это. И делим это на 2. Вот так, да? Ну, можно в скобках записать, там не важно. Будет то же самое. Так, вот это площадь. И копирую вниз. Опять можем, можем как это форматом поставить. Давайте. И сумма площадей. Сумма площадей, это будет отсюда, плюс вот это. То есть, эта сумма, я их постепенно прибавляю. Да? Вот, постепенно прибавляю. Видите, вот это растет, так как я их прибавляю. Ну, в принципе, вот это не нужно. Давайте так. И я знаю, что я хочу площадь 1 метр. То есть, я должен найти значение 1 здесь, в этом столбце. Да? Можно даже вручную, да? Спускаю вниз. Здесь, да? И видите? 1,442. Да? Как мы с вами посчитали интеграл? 1,4422. Вот, нужно отрезать 1 метр 44 сантиметра. Нумерическим методом. То есть, я даже не вспомнил интеграл. Я вообще не заходил в какие-то функции, там, x в кубе и так дальше. А просто разрезал эту фанеру на маленькие-маленькие прямоугольники. Узкие, длинные прямоугольники. И посчитал их площадь. И поскольку я их сделал, этих прямоугольников, очень много, то ошибка очень небольшая. То есть, мой метод довольно точный. Да? Их сумма, этих площадей прямоугольников равна площади вот этой формы. Вот, поэтому я использовал нумерический метод вычисления, да? Приблизительный метод. Но получил ответ. И разу у нас уже это модель S. Давайте еще проверим второй случай, когда у меня был наоборот корень, да? Квадратный корень с x. Но можем написать, как в Excel, sqrt x. Да? Square root. Тогда здесь у меня, начинаем отсюда. Это будет Sqrt. Вот этого. Так. Опять получаю все вот эти значения. И опять то же самое. Площадь прямоугольника и сумма площадей, да? Так. Так. Площадь прямоугольника я могу даже скопировать отсюда. Единственное, что нужно закрепить в столбце A. То есть давайте вот здесь добавим доллар знак. Так. Вот эти мы закрепили. Остальное мы уже копируем. Вот так. И через Ctrl опускаю. Опять дабл клик. То есть это площадь. А вот это сумма площади. Это можно скопировать. И опять дабл клик. И все. Так. Я должен получить где-то на 2 метра 0,8. Да? Это была длина. Это как раз мне даст 2 квадратных метра. Помните? Второе задание. Да? Когда мы спрашивали, а сколько из фанеры останется? И вот этот второй кусочек мы с вами посчитали, что его площадь 2 метра. Да? Такой интересный случай, что один кусочек точно 1 квадратный метр, а второй точно 2 квадратных метра. То есть здесь я опять нахожу 2. Смотрите. 2. Так. Вот здесь 2. Вот здесь, да? Вот здесь 2. И читаю здесь. Вот 2, 0, 8. Как мы с вами посчитали. То есть вот этот приблизительный метод решения мне дал ответ. И если вы хорошо понимаете логику и хорошо работаете с Excel, то из вас получается математик. Даже не зная какую-то высшую математику. У вас есть сейчас возможность давать ответы на разные математические проблемы. И примерно об этом говорит Конрад Уофрам, что когда есть компьютеры, то человек empowered. Да? Тут есть такое английское слово empowered. У него появились новые возможности. То есть раньше, когда компьютеров не было, нужно было решать вопрос аналитическим способом. Невозможно было посчитать площадь 1400 прямоугольников, да? Это было бы очень неэффективно. Поэтому гений, как Лайбниц, как Гаусс, как Оиллер находили всякие пути сокращения этих расчетов. И они их нашли и создали очень мощную теорию, которая, конечно, вся физика, вся инженерия, все это поставлено на математике. Но сегодня, когда у нас есть компьютеры, то любой человек, даже без знаний этой аналитики, просто используя логическое мышление, ну и какую-то находчивость или степень креативности, он может решать многие задачи, которые раньше он не мог решать.